Освятить храм Конечно, да, конечно У нас очень хороший благочинный Нам очень повезло с благочинным А кто кто благочинный? Благочинный это человек, который Несколько храмов округа контролирует, курирует или управляет Управляет не в финансовом смысле, а в духовном смысле Является начальником И вот наш благочинный отец Вячеслав Харинов, который сегодня здесь выступал Волшебный человек, замечательный Он байкер, он организует работу следопытов Он каждое лето выезжает в Европу Они находят захоронение павших наших воинов Или погибших в концлагерях в Европе Значит, там дергают местные власти Заставляют восстановить захоронение И на мотоциклах ездят, делают там панихиды Чудесный человек, он нам очень помогает И он, кстати, и попечителей половину нам притаскивает Потому что вот вы говорите про деньги Деньги непонятны Мы каждый день нуждаемся в деньгах И, ну, благодатью Господа мы получаем эти деньги Скажите, а если вы учились в рекондах, кто вы сами? Какая у вас фирма? Фирма у меня футбольный клуб «Зенит» А что это? Футбольный клуб есть такой А, как интересно Как вы считаете, будучи, у вас фирма «Зенит» А что это такое, что это за фирма делает? Зенит, чем она? Она в футбол играет Ну, есть такая игра Да Скажите, а будет только храм или комплекс? Вы знаете, мы рассчитываем Мы не знаем, как будет с деньгами Вопрос очень всегда тонкий Но мы рассчитываем на комплекс Мы хотим построить У нас есть проект «Дом Причета» На самом деле мы хотим организовать там воскресную школу для деток Мы считаем, что было бы неплохо Чтобы летом здесь ребята могли Походить в воскресную школу позаниматься Мы хотим сделать здесь музей Потому что очень много При раскопках Находится там Ну, все, что касается памяти воинов Да, там оружие, там гильзы Там номерочки, личные вещи, письма Ну, отец Вячеслав говорит, что он бы сделал интересный музей здесь На территории храма На территории храма, да Мы мечтаем о том, чтобы сделать памятник павшим воинам Мы мечтаем об этом Мы мечтаем о том, чтобы, может быть, даже нам разрешили В пределах храма у этого памятника сделать захоронение неизвестному солдату Вот это тогда было бы вообще полностью правильно Замкнутая вот такая вот концепция павшим воинам Мы заодно даже предлагаем РЖДшникам помочь станцию Изменить, реконструировать, ну, вообще построить новую станцию Чтобы она была вот в этом вот в хорошем-хорошем стиле С хорошим залом ожидания, чтобы люди могли приезжать Слушайте, а почему Александр Невский? Еще раз, вы стали, что входит в какой-то кого-то, что-то другие цветы, да? Ну, из-за того, что мне уже Александр Невский немножко так уже не вызывает особо Вот такого возбужденного восторга, потому что его много Вы не правы, потому что мы знаем об Александре Невском в основном по фильму, который мы все любим И очень хорошо, что такой фильм есть Но на самом деле это человек в истории России стоит на особом месте Это, во-первых, воин и военачальник, именем которого монгольские женщины-детей пугали Которого боялись шведы, он не потерпел ни одного поражения Он держал в руках всех врагов России от востока до запада Да, ему много памятников При этом это человек, который 14 лет начал княжить В 14 лет мы сейчас ЕГЭ там детей наших пытаемся научиться ЕГЭ сдавать, а шпаргалки им пишем Он в 14 лет княжить уже начал И кроме того, он был православным человеком очень И, ну, если мы делаем храм воинской славы А кто еще из воинов православных, ну, ушаков Но я не знаю русских больше воинов, которые были сравнимы с святых И святых Храм называется во имя святого Это принципиальная позиция, да Он посвящается либо Богородице, либо какому-то празднику там из двунадесятых Либо святому какому-то Поэтому Святой Александр Невский это постановление Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok